98-ю годовщину создания Украинской Центральной Рады отметили в областном военкомате. Подробнее об этом расскажет и наш корреспондент. Созданная 17 марта 1917 года на волне революционных событий Центральная Рада предполагала вполне демократический путь развития Украины. Главное же, что после полутора сотен лет неволи украинский народ снова обрел свое государство, Украинскую Народную Республику. Правда, ненадолго. Не располагая армии, ОНР не выстояла под натиском большевиков и прекратила свое существование. Историки называют роковой ошибкой решение Грушевского и Юниченко сделать ставку на милицию, демобилизовав многочисленные войска. 300 тысяч человек в летку 1917 года украинских солдат записывали на верность Украинской Народной Республике. Кроме того, Павел Скоропадский отдал в предприятии Украинской Центральной Рады боездатый первый украинский корпус чисельностью 40 тысяч человек. Сходство тогдашних и нынешних событий очевидно. Отсутствие боеспособной армии к началу конфликта, марионеточной республики, созданной Россией на нашей территории, отсутствие единства среди политиков. Однако возрождение украинского государства хотя бы на несколько лет стали мощным толчком для дальнейшей борьбы за независимость. В 20-30-е годы выникает украинская организация националистов, без которой не было бы возможно и украинской повстанской армии в годы Другой святой войны. А если бы не было этого, то 100% не выникла бы справедливость, хоть и украинская Рады, после Другой святой войны. Для нас же сейчас очень важно извлечь уроки из истории и не повторить совершенных 100 лет назад ошибок.